Ситуация в России такова, что, наверное, самым правильным, но в то же время самым банальным и глупым будет цитировать вот эти знаменитые слова профессора Преображенского из «Собачьего сердца» насчет того, что разруха, в нашем случае любая разруха называется словом «кризис», не в клозетах, а в головах. Но, понятно, это приговор любому кризису в России, нынешнее не исключение, но так или иначе, мы закончили период вот этого самоизоляции, полукарантина, мы находимся в какой-то невнятной правовой форме, который лучше всего передает плакат, недавно присланный одним моим приятелем в Фейсбуке, когда вы хотите ответить на вопрос, что там разрешили с 12 мая и что запретили до 31-го, то лучшая формула такая. Сегодня работать и гулять не только можно, но и нельзя. И мы находимся в непонятных совершенно экономических и на рынке труда также непонятных последствиях, даже не последствиях, а еще продолжающихся формироваться новых условиях, кризиса, посткризиса, которые определяют наши стартовые условия на то, что можно назвать жизнь после пандемии. Хотелось бы поговорить об основных моментах. Ну, наверное, основной общественный экономический интерес и вполне естественный, потому что это не просто вопрос спасения сиюминутной жизни, но и вопрос перспектив, а значит и вопрос инвестиций заключается вот в этой самой пресловутой помощи со стороны государства, а гражданам и бизнесу. Мы видим, что правительство с неохотой маленькими долями увеличило некоторые каналы такой помощи. Ну, например, вот сейчас семьям с детьми выделена некоторая небольшая в долларах, очень смешная, но тем не менее прямая финансовая помощь, которая, наверное, что-то сглазит. Мы также видим, что помощь бизнесу оказывается по малкому ведомым, в общем, критериям. Вы вбиваете аквет, смотрите и, как правило, по крайней мере, на практике, я вижу, по своим знакомым узнаете, что ваш бизнес, ваша сфера деятельности не подлежит тому, что называлось сложным русским словом воспосчастновать. Ну, в общем, вы меня поняли, кто читал старые российские книги. И вы, наверное, также увидели, как и я, зато массовый обзвон от крупнейших российских банков с предложением вот этого антикризисного кредита, пусть даже под 0%, мне буквально за 2 часа до записи этого видео предложили такой кредит от Сбербанка. Нормально вроде, все нормально, я только не очень понимаю, что если я не буду проценты должен, а только сумму долг, это что изменит в моем бизнесе, что изменит в перспективах. Более того, мой бизнес в интернете мне повезло, я довольно оторван от реальности на улице. А если реальность на улице определяется не совсем внятными решениями и просто непонятно, по каким критериям она будет определяться, под что я могу вдруг взять деньги? Только под мысль, возьму сейчас, а там на авось или под вторую мысль, возьму сейчас и куда-то скроюсь, вот этой системы лично я не очень понимаю. Что касается прямой помощи населению, то по большому счету, если речь идет о массовой помощи населению и бизнесу, аналогичные программы в большинстве стран большой двадцатки приняты, Россия в этом смысле идет исключительным путем, то скрестились копья, идет спор, но по большому счету мы видим две позиции. Первая позиция зачастую тоже уже такая эмоциональная, не совсем деловая, выражается в требовании «раздайте всем и побольше». Где мое золото? А ответная реакция, к сожалению, тоже напоминает, в общем-то, кино. Это золото наше и только наше. Причем отдельные эксперты почему-то считают нужным уточнить. Я не отдам им ни единой монеты, ни одной самой заваляйшей. Лично я не совсем понимаю, почему противники прямой финансовой помощи населению ссылаются на такой псевдоэкономический объективный фактор, мол, увеличение давления денежной массы на предложение, ну и, соответственно, инфляция, то есть классика по учебникам. Во-первых, чтобы обеспечить, тут по готовому матроскину можно инфляцию замерить, чтобы обеспечить давление избыточной денежной массы на предложение, нужно, чтобы эта прямая помощь дополнила собой те финансовые потоки, которые сегодня есть на потребительском рынке, то есть у населения. А коль скоро эти финансовые потоки у населения попросту уменьшились, то, соответственно, выделение прямой финансовой помощи, ну никак не может усилить спрос на предложение. Потому что, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное, а у нас денег нет. Так что, представляется это, ну, если уже говорить честно, просто таким лицемерным поводом, почему бы не раздать деньги населению. Второй момент, если уж вы так боитесь этой пресловутой инфляции, которая последние пять лет была главным смыслом жизни Центробанка, это просто явно и, наверное, чем-то, что заменило России, ну, как минимум поклонение Перуну в дохристианскую эпоху, то есть вот таргет по инфляции наше все, не знаю, правда, почему. А если уж вы боитесь, можно оказать прямую финансовую помощь, но не совсем прямо. Ну, простые вещи, например, компенсировать или отменить налоги. Например, заплатить за все население месяцев за шесть за жилищно-коммунальные услуги, так что в результате и компания, оказывающая эти услуги, не разорятся и получат средства на свою деятельность, и население получит помощь. Например, закупить продуктовые наборы и просто не деньгами, а конкретными наборами, а раздать, по крайней мере, тем российским семьям доход в которых ниже некой платки, ну, например, 300 тысяч рублей в год. Более того, при последнем подходе вы еще одновременно поддержите отечественного товаропроизводителя, которого так любили поддерживать во всевозможных посланиях к федеральному собранию и вот всяких положенных мероприятиях, совещаниях у губернаторов или еще хуже, выше, еще выше. Но вот говорить-то любили, это были бы заказы для этих самых отечественных производителей. Ну и, наконец, пойти на то, о чем многие говорят, я тоже об этом говорил, выступая как-то на канале Царьград, о том, чтобы принципиально, радикально поднять мрот. И если уж нынешний кризис и падение цен на нефть не позволяет поднять его в два или в два с половиной раза, то подъем мрот хотя бы до уровня 18-20 тысяч, с нынешних 12, и подъем, соответственно, привязанного к нему пособия по безработице, по крайней мере, гарантировал бы, что эти люди, что называется, не умрут с голода. Тем не менее, ничего этого, как и прямой раздачи денег населению, их обозвали вертолетными деньгами, нет. Она нет, как известно, и суда нет, так что управление в России, в общем, критиковать сегодня не за что. Тем не менее, общество, даже понимая, что нашу власть критиковать не за что, ничего она вообще не сделала, чтобы ее за что-то было критиковать, уже начинает переваривать вот то, что называется дурацким словосочетанием уроки кризиса. В данном случае уроки и кризиса, и уроки вируса. И здесь мне бы хотелось вдруг, по сути, передать слово одному из постоянных авторов финверсии, Алексею Мамонтову, руководителю Содружества профессионалов финансового рынка, известному финансисту, занимавшемуся в свое время межбанковским кредитованием. Эту человеку 67 лет, то есть он входит в ту самую якобы, или не якобы рискованную зону лиц старше 65-ти. И я бы хотел адресоваться к очень интересному материалу, который он написал по результатам минувших двух месяцев пребывания России в Англии и в карантине. Так случилось, что именно в эти же два месяца ему пришлось поездить по более чем полутора десятку регионов России. Во-первых, он пишет о том, что все эти полукарантинные и карантинные ограничения вызывают у него большие сомнения, и что на его взгляд вводить подобные ограничения мог только суд, а уж никак не исполнительная власть, и базируясь исключительно на безупречном юридическом основании. А такого основания попросту нет. Так что, как минимум, мы можем констатировать, что нас, по сути, ограничили в свободах и правах человека, говоря пафосно. Абсолютно мы это не заметили или полузаметили и даже смирились. А дальше господин Мамонтов делает несколько выводов. Вывод первый. Никакого формального или фактического ограничения на передвижение пешком, на автомашине или на самолете нигде толком нет. За время своих поездок, а он объехал Калининградскую, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую, Тверскую, Смоленскую, Московскую, Калужскую, Брянскую области, а также Кубань и Крым, он не встретил ни одного запрета на въезд в какую-либо область, включая, кстати, и Союзную Белоруссию. Из чего он делает вывод, что карантин и прочие ограничения существуют только в управленческом мерцающем сознании, в медийном или сетевом пространстве. И в ментальности послушно сидящих по домам граждан, уверенных в том, что никуда не выехать, не въехать нельзя. Происходящее напоминает какую-то игру, типа давайте сделаем вид, как будто мы вам ввели карантин и самоизоляцию, а вы как будто бы его соблюдаете. Вывод второй. Внутри городов население в разной степени, ну, вроде как соблюдает режим самоизоляции, но это никак не зависит от той или иной эпидемической обстановки. Просто людям некуда идти. Посещать места работы и учебы запрещено практически всем, ну, соответственно, о сфере отдыха, кафе, ресторанах, кофейнях, кинотеатрах и парках даже речи быть не может, они попросту закрыты. Люди боятся выходить из дому не столько из-за вируса, сколько из-за грозных предупреждений, звучащих из каждого угла, и из-за страха перед непомерными штрафами и прочими административными последствиями. Вывод третий. В разных регионах России с самого начала была и затем развивалась совершенно разная эпидемическая ситуация, и в некоторых число инфицированных составляло лишь одну сотую процента от населения. В отношении таких регионов с самого начала было понятно, что там не было никакого резона останавливать нормальную жизнь и хозяйственную деятельность. Достаточно было ограничить массовые мероприятия, усилить профилактические, разъяснительные и всевозможные противоэпидемические меры. А при необходимости можно было бы ввести действительный, а не мнимый контроль на въезде в тот или иной регион или город. В таких регионах остановка экономики, введение под кальку сверх жестких мер, подобных тем, что были задействованы в столицах, не имели под собой никаких оснований. Они лишь полностью парализовали жизни этих регионов, привели к тяжелым экономическим и социальным последствиям. Подорвали веру населения в перспективу улучшения своего положения на фоне и без того продолжающегося сокращения занятостей и падения доходов. В свою очередь это привело к потере доверия людей к власти, к компетенции управленческих структур и к их профессионализму. Вывод четвертый. Многое в регионах России зависит не от той или иной картины заражения, а от того, насколько самостоятельны и адекватны власти этих регионов. В одних регионах власти думали о том, как сохранить работу и возможность нормальной жизни, и там режим самоограничения мягче и требований поменьше. А в других регионах, где местная власть неуверенно себя чувствует и потому стремится продемонстрировать федеральному центру свою абсолютную лояльность, усердно исполняя его установки и инструкции, в том числе и негласные, там закручиваются все гайки, несмотря на реальную картину эпидемии в этом регионе. Вывод пятый. Эпидемия выявила то, что и должна была выявить, а именно тяжелейшую ситуацию в здравоохранении в целом, прежде всего в регионах, и в особенности в связи с так называемым реформированием системы здравоохранения России. Местная медицина в России находится в ужасном состоянии. Вывод шестой. Остановка экономической деятельности во многих регионах, где она опиралась в основном на малый и средний бизнес, нанесла этому самому малому и среднему бизнесу России тяжелейших, а в некоторых случаях непоправимый ущерб. И самая главная беда, на взгляд Алексея Маментова, даже не в потере людьми их бизнеса, денег, кредитных дефолтов и так далее, а то, что в бизнес-регионах в отсутствии какой-либо определенности вообще теряет всякую инициативу и мотивацию к занятию предпринимательской деятельностью. В сознании прочно утвердилась мысль, что новые моратории, нерабочие режимы, СИЗО и тому подобное могут быть введены в любой момент, осенью, будущей весной или вовсе каждый год или квартал. Вывод седьмой. Остановка нормального ритма жизни и экономической деятельности, прекращение работы всей сферы услуг, досуга и торговли оказало в регионах серьезнейшее влияние на эмоционально-психологическое состояние людей, которые вынуждены запереться в своих домах и квартирах и наблюдать жизнь со своими ящиками. В обществе как-то незаметно возник и распространился культ болезни, постоянное ощущение близости конца или тяжелых потерь. Оставайтесь дома. Это все, что предложила тупая пропагандистская машина, пораженному не столько вирусом, сколько страхом обществу. С такой установкой ни один иммунитет даже с места не встанет, чтобы включиться в свою привычную работу. Показательно, кстати, что в одном из документов региональной власти автор прочел такой пассаж, цитирую, «обеспечить принятие мер по разобщению людей». Конец цитаты. Вывод восьмой. Алексей Мамонтов считает, что действия властей, предпринимаемые сейчас по поэтапному выходу из так называемого карантина и режима самоизоляции, представляются ему косвенным признанием своих ошибок. И что власти начинают приходить к выводу, что одними лишь такими мерами остановить ни нынешнюю эпидемию, ни тем более будущее невозможно. И вывод девятый и последний. Вся ситуация с предпринимаемыми противовирусными мерами реально расколола общество. Люди разделились на тех, кто действительно потерял все или почти все работу, бизнес, деньги, имущество. И на тех, кто такого ущерба не понес. Соответственно, на тех, кто поддерживает жесткие противоэпидемические меры, и на тех, кто нет. На тех, кто сохранил доверие власти, и на тех, кто его утратил напрочь. От себя могу лишь добавить, что мне представляется этот материал Алексея Мамонтова очень, возможно, полемичным, но очень искренним, очень точным. С подавляющим большинством его выводов лично я согласен и адресую наших зрителей прочитать этот материал по ссылке под этим видео. Но в любом случае ищите антивирусные, тем более антикризисные ресурсы в самих себе. Это, по крайней мере, лежит гораздо ближе, чем любые другие меры, и больше шансов хоть что-нибудь найти. Удачи! Пока готовилось это видео, ситуация изменилась. И буквально в воскресенье появились сообщения. В России остановился рост распространения коронавирусов. Впрочем, в некоторых СМИ звучит это так. В России остановили распространение коронавируса. Трудно сказать, что это означает. Ощущение, что власти подгоняют якобы объективную медицинскую биологическую информацию под свои собственные решения. Сначала при 2000 зараженных объявили карантин и полную остановку страны. Одной шестой, напомню, части суши. Потом при темпах распространения по 10-9 тысяч новых инфицированных в день объявляют о смягчении карантинных мер. Ну, кроме масок, которые, видимо, теперь кому-то нужны. И о том, что рост распространения коронавируса вообще остановился. В соцсетях обсуждают, что это вообще может значить. Здесь звучат, естественно, самые различные предположения и сарказм, и многочисленные шуточки в адрес наших управленческих решений. Но я думаю, что все-таки ключ к ним лежит в старой фразе Салтыкова-Щедрина. Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. У нас очень быстро принимают решения и очень быстро подгоняют их под правильные. И вот ирония судьбы, насколько торопятся с решениями, свидетельствует даже информация о том, что в России остановился рост распространения коронавируса, выданная вполне лояльной и даже верноподданной лентой РУ. Там написано, что об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попопа. Ну, что тут можно сказать по-своему? Оговорочка, как говорится, по Фрейду в России с этим карантином и с этим выросом все происходит, похоже, через Попопу. Между тем, мониторинг ситуации с коронавирусом в мире показывает, что Россия вышла на первое место в Европе и на второе место в мире по количеству заболевших. А по темпам новых инфицированных является безусловным лидером. Даже Соединенные Штаты Америки отстают, судя по последним дням, в разы. Но, видимо, эта статистика, ну, никак не влияет на принятие тех или иных управленческих решений в ту или иную сторону. Особенно, когда в большинство этих решений сводится к тому, чтобы остановиться и ничего не делать. Очень вырос в целом мире грибовирус-3-4, ширится, растет заболевание. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыши даже начинающие.